Добрый день, дорогие друзья! Я продолжаю знакомить вас с новой своей книгой «Мир после информации». Это вызвано тем, что не у всех из нас есть деньги на покупку даже электронной версии книги, даже у культурных, даже у образованных, даже у стремящихся к знаниям людей. Такова социально-экономическая политика либералов, которая контролирует значительную часть нашего государства. Поэтому книжка, конечно, продается, там в анонсе будет на нее ссылка. Но я рассказываю вам то, что написано в этой книге, чтобы вы могли ознакомиться с этим, если вам интересно, не покупая эту книгу. Это достаточно простая и понятная вещь, вы мне ее подсказали. Я, соответственно, буду это делать и со следующими своими книгами, которые я буду писать. Сейчас перед нашей России со всеми ее глубокими недостатками и даже пороками постепенно, пока еще и из-подовы, но встает чудовищно сложная многогранная задача возрождения новых территорий, а с ним и всей Украины, которая, я верю, будет освобождена от фашизма. В обществе постепенно растет понимание принципиальной невозможности, даже процесса восстановления новых регионов и освобождаемой Украины, не говоря о невозможности долгожданной, но по-прежнему далекой победе над совокупным Западом, которые воюют с нами по рукам украинских фашистов, без коренного преображения России, без решительного, окончательного прекращения ее разрушения в ходе либеральных реформ в интересах организирующих глобальных финансовых спекулянтов. Поэтому задача возрождения новых территорий, в первую очередь, само собой разумеется, Донбасса, в принципиальном плане сводится к задаче возрождения и комплексной модернизации России в целом. Крубо говоря, нельзя победить внешнего врага, продолжая эпоху национального предательства и продолжая торжество внутренних врагов. Первая задача – это ремонетизация экономики. Квинтэссенция либеральной социально-экономической политики, неэффективной с неумолимой последовательностью, реализуемой на всем протяжении либеральных реформ, это вымаривание России искусственно созданным денежным голодом. Основной инструмент создания этого денежного голода, более значимый, чем даже превращение в основной приоритет бюджетной политики замораживания денег долгоплательщиков в резервах федерального бюджета, это обеспечение заведования доступности кредитом, двигателя экономики для основной и при этом наиболее производительной части реального сектора. Важную роль в этом играет структура норматива в банковских резервах, через которую либералы Банка России фактически запрещают коммерческим банкам кредитовать реальный сектор, просто потому что любой подобный кредит при отсутствии у банка или у заемщика, соответствующего политическому влиянию, чтобы не употреблять слово «крыша», может быть в любой момент, как во времена банковской сенации, объявлен требующим стопроцентного резервирования. Понятно, что означает убийство и заемщика, и банка. Важную роль в искусственно созданном денежном голоде играет и третий пакет базильских норм банковского регулирования. В очень специфическом понимании Банка России, потому что ради поддержания банковской ликвидности этот пакет разрешает кредитование только под залог, причем абсурдно завышенный, и фактически запрещает тем самым жизненно необходимое для развития даже простого функционирования экономики проектное финансирование. То есть кредитование под проект, а не под залог. Но основной инструмент вымаривания страны искусственно созданным денежным голодом является установление процентной ставки Банка России на заведомо завышенном относительно возможности основной части российского реального сектора уровня. Ну вот, зачем на Бюллину нужно было устраивать девальвацию? Очень просто. Обрабатывающая промышленность начала развиваться вопреки ее усилиям, начала предъявлять инвестиционный спрос. Возникла угроза, что средства на инвестиции будут вытаскиваться от финансовых спекулянтов, с финансового рынка. Финансовым спекулянтам это неинтересно, и либералы, которые являются слугами финансовых спекулянтов, им нужно было задать процентную ставку, придушить обрабатывающую промышленность абсурдно завышенной процентной ставкой. Но нельзя же просто так завысить процентную ставку. Поэтому для обоснования всеобщего страха перед инфляцией завалили рубль. Вот и все. Вот и вся логика. Насколько рентабельность обрабатывающая промышленность России по активам составляла до начала СВО порядка 5%, ставка доступного для нее кредита не должна превышать 2% годовых. С учетом необходимой на анализ и обработку кредитной заявки банковской маржи, это означает, что ставка Банка России должна составлять 0% годовых. То есть деньги для финансирования развития российского реального сектора должны быть при его нынешнем состоянии бесплатными. Ну а с учетом инфляции и вовсе иметь отрицательную цену. То есть, грубо говоря, если я хочу купить кружку, телефон, компьютер, да, потребительский кредит, я должен платить проценты. Но если я хочу произвести ту же самую кружку, тот же самый телефон, тот же самый компьютер, 2% годовых. Все. Не больше. Такова вынужденная цена за 36 лет национального предательства, которое выражается прежде всего в разрушении производительных сил нашей Родины. Целевой задачей должно быть повышение степени монетизации экономики. Это отношение денежного агрегатора М2 к ВВП. 48% в 2021 году и 49% в прошлом году. До нормальных для экономик российского типа 100%. Это приведет к бурному росту деловой активности, улегчению налоговых поступлений и уровней жизни населения. А практика показала и Примакова-Маслюкова, и Ращенко, и конца прошлого года, что когда вы в условиях денежного голода наращиваете денежную массу, у вас нет инфляции. Более того, инфляция даже придавливается, потому что рост деловой активности, рост производства товаров и услуг опережает увеличение денежной массы. Как показывает опыт правительства Примакова-Маслюкова и самого Банка России нулевых годов, да и конца прошлого года, увеличение денежной массы в условиях денежного голода ведет некое увеличение напротив к снижению инфляции. Это принципиально, фундаментально важно, поэтому я это повторяю еще раз. Это то, что Набиулина и прочим либералам постижимо новорожден, поэтому они это выкидывают из головы. Но, естественно, доступность кредита объективно требует комплекса обеспечивающих ее мер, потому что Набиулина порвает. Сейчас просто влить деньги в экономику, они все будут на валютном рынке, как и в августе 92-го. Необходимо ограничение произвола монополия, потому что иначе основная часть увеличения спроса будет поглощена ростом цен, как при повышении доступности ипотеки, как мы это видим. Второе – это ограничение финансовых спекуляций. Так, без этого все кредиты из реального сектора перейдут в спекулятивный сектор с прежде всего разрушительной девалюцией. Третье – это ограничение коррупции, чтобы деньги пошли на развитие, а не воровство, на развитие России, не на развитие Швейцарии. Наконец, нужен разумный протекционизм, потому что иначе увеличение спроса из-за роста денежной массы в этой стране будет стимулировать деловую химность не в России, а либо у наших конкурентов, либо у наших прямых воров. Потому что если бы просто сейчас увеличил спрос на промышленную продукцию внутри России, то мы получим рост промышленности в Китае, рост промышленности в Узбекистане, рост промышленности в Казахстане, в Турции, в Азербайджане, в Аране, везде. Да, в дружеских странах, но не в России. Потому что запрет на протекционизм делает выгодным производство где угодно, кроме России. Это политика российских либералов, последовательно защищаемая и отстаиваемая именно эконом-развитие, именно промо, и дальше, как выяснилось, Министерство иностранное дело Российской Федерации. Это придется ломать. Спасибо. Спасибо.